Ребят, всем привет! Ну короче, в общем, что происходило с нашей машиной? Последнее видео было это мы везем машину к официалам привезли мы к официалам что нам по выезду сделали диагностику, в которой как указано было, нам нужна была аппаратная настройка давления топлива и нам как бы это могли сделать только официал потому что вообще у официалов есть специальная программа которая это может сделать Да, и он мог это сделать, просто у него так же, как у официалов, этого не получилось Да, потому что ну он тоже типа делал но у него не получается, потому что короче, это не в этом было дело ну как мы потом уже выяснили все-таки это была проблема именно с топливной системой но раскрутка бака у них очень дорогая и они говорят о том, что ТНВД они не чинят и очень много разных проблем в общем, они немножко типа пытаются сбить деньги и придумать еще миллион причин за которые они смогут сбить деньги но мы приняли решение забрать машину привезти домой Андрей тем более уже имеет опыт раскручивания бака мы раскрутили бак вчера Андрей вчера раскрутил бак и как оказалось нам просто официалы назвали что в Рено Канго частая проблема это то, что подгорают контакты и если прям сильно горит то горит этот ТНВД но как мне показалось у нас ТНВД рабочий вроде бы как качает все так что все окей просто я понимаю сейчас зачем они так говорили для того, чтобы потом сбить деньги за этот да? тоже ты так думаешь? не знаю они просто не знали в чем суть проблемы и говорили что проблема может быть в этом самом или в проводке и надо будет менять всю проводку типа или в этом самом короче они нам предлагали вариант только дорогостоящего ремонта то есть если там какие-то мелочи они предлагали все равно это делать да, они за разборку бака предложили ну хотя они все предлагают 1100 они предложили но там на самом деле нечего раскручивать там на баке этот самый и единственная еще сложность это его снимать там всего 4 шурупа ой 5 шурупов на баке на болта потом открутить глушитель тоже 6 болтов ну и отключить эти самые два этих самых просто дорогостоящее снятие бака и так как Андрей снимал бак мы решили что Андрей его снимет еще раз и мы просто найдем кто нам починит ну попытается починить то есть мы повезем на тест ТНВД то есть топливный насос и нам его протестируют если он рабочий или не рабочий то что-то там починили или что-то там в нем сделали но вчера разобрал мы сразу увидели что у нас сгорел там один контакт мы перед этим когда разбирали там мне тест помогал брызнули этот самый ВДшкой в том месте там где идет непосредственно этот самый контакт к топливному насосу там где папа-мама подсоединяется и это самое там выгорел короче за вот этот за эти 30 километров которые мы проехали полностью контакт причем повезло что не второй который идет ближе к этому самому а боковой контакт самый то есть ближе к этому самому он просто разгорелся полностью там пластиковый выгорел я его зачистил залудил и дал туда дополнительный этот самый дополнительный ну вернее не дополнительный я вынял оттуда основной этот контакт из этого штекера и припаял дополнительный сбоку вот получается там все контакты работают все выкачает двигатель этот самый насос тянет мы сначала включили на пустой баг ну на практически пустой баг так его было очень сильно слышно и мы не понимали это он всегда так работает или нет а потом когда завели при нормальном баке ну так как мы ездим ну залили полностью бак вернули обратно топ да то ну такие же звуки как и всегда то есть просто мы никогда не обращали внимания мы не слышим из-за того что завелась машина не слышно но и когда мы завели ну то есть во второй раз когда мы залили бак вообще не слышно эту систему она получается уходит в дизель и этот самый насос вообще не слышно то есть просто почему мы не слышим как работает насос потому что когда заводится машина когда работает машина вообще не слышно насос да даже когда включаешь тот самый если только прислушаться упасть к полу там где там можно услышать что все-таки она там что-то тянет ну типа то есть короче вот такая вот штукенция и блин и у меня попортились теперь все какой ужас самое обидное то что когда мы приехали на первое СТО нам правда объяснили что у нас в баке находится топливный насос и его в нем проблема там нужно разобрать и смотреть в чем проблема мы потом разобрали дома это и как бы не поняли что так выглядит наш топливный насос и собрали обратно машину и убедились позвонили в несколько дизель-сервисов и убедились в том что нас убедили в том что у нас нет в баке топливного насоса там типа колбочка может быть но насоса там типа нету и в общем мы всем доказывали о том что у нас его нет и на официал представляете нам нужно было они прям даже поверили на вторую секунду что у нас там нет топливного насоса но потом сделали нам распечатку нашей машины нашей детали и все-таки убедили что у нас там есть топливный насос и они просто изначально назвали проблему которая скорее всего возникла у нас они так и сказали что частая проблема канга там подгорают контакты это вообще все все ножки короче ножки капец смотрю где-то или потянули что тем самым я только что уже вставил назад короче тут проблема ну ничего не разорвалось конечно короче они нам назвали а потом поняли что они нам назвали что ну и типа и понятно по их фразе что типа решить эту проблему очень легко то есть просто кабель поменять подпаять или что-то с ним сделать и они начали говорить но в таких-то случаях типа полностью сгорает НВД короче начали нас убеждать что топливный насос у нас 100% накрылся даже если это и его нужно менять будет обязательно короче проверим сейчас мы не будем конечно делать каких-то заключений потому что мы едем сейчас в магазин в прошлый раз тоже мы 30 километров проехали поэтому сейчас действительно будет постоянно какое-то стрессовое состояние потому что постоянно будешь переживать о том чтобы машина завелась чтобы машина не заглохла то есть Кирик конечно говорит вчера может этот самый то что сгорел контакт это следствие но я на секунду задумался и сейчас не знаю что это может ли это быть следствием или нет ну вот я потом подумала ну мне Андрей объяснил что могут гореть провода типа какое-то время поэтому я сейчас думаю что может действительно все причина была только в проводке и мы ее починили и все будет окей посмотрим очень на это будем надеяться потому что очень хочется чтобы машинка была в порядке что ты одел майку а что что не футболку не знаю что там типа тепло да телефон нельзя такое не очень а может просто магазин ладно ну что приехали мы домой съездили в магазин вроде бы все окей посмотрим как будет дальше очень верим надеемся все окей будет купили бекон все уже очень давно но Андрей вообще никогда не пробовал бекон блин а мы недавно да что-то смотрели кто-то готовил бекон и короче я Андрею рассказывала что когда-то родители покупали на пикник такие сосиски там было типа 4 вида серделек одни там были какие-то белые вторые какие-то еще третьи еще какие-то и четвертые это были сосиски с этим серделькой обернутые беконом и я с этого набора всегда ела эти сосиски обернутые беконом потому что мне очень нравился бекон и короче Андрей наконец-то его попробует и я вспомню детство с этим беконом вот такие вот у нас дела и купили сердельки потому что мы не знаю мы как-то переели было в прошлом году мы постоянно покупали сосиски и как-то мы их переели и перестали их покупать и вот сейчас снова начали покупать сосисочки сардельки всякое такое и кушаем их по чуть-чуть так что такие дела вот так мы уже научились обращать внимание на то как работает наша машина ой сейчас быстренько выключилась да хорошо это или плахо пойдем мы наконец-то поняли как работает топливный насос и что значит когда он работает поэтому теперь отлично наконец-то началась погодка когда можно одеть кроксики свои и вроде бы как сейчас вам покажу погоду сейчас погода вроде бы как вот будет чуть-чуть дождей и снова возвращается лето и тепло так что надеемся у нас как-то сегодня с Андреем сместился день потому что мы проснулись в 9 в 11 где-то в 11 выехали из дому в 12 приехали домой приготовили завтрак наш уже у нас сейчас столько разных вкуснях обычно не знаю как-то разное всякое хочется мы сейчас не кушаем чипсы мы редко их просто кушаем и поэтому хочется постоянно что-то хрумать разное вкусное типа шоколадки и все потом разные фрукты фрукты много не покушаешь потому что они быстро начинают надоедать поэтому покупаем постоянно в магазине что-то вкусненькое я сейчас хочу я уже погладила всю стирку белье все это самое кайфовое когда ты понимаешь что все погладила и слава богу что у меня может и неделями оно лежать бесить я буду переживать надо не переживать а постоянно понимать что нужно поубирать нужно поубирать нужно это все убрать мне это будет бесить 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 и в конце концов я психану когда теку убираю короче сейчас хочу быстренько пропылесосить помыть пол потому что я давно не мою пол ну как давно примерно раз два дня назад ого вот это давно сейчас протираю стол потому что мы кушали я супчик сварила очень вкусный был суп кстати бекон Андрей попробовал впервые сказал что он очень вкусный я его приготовила таким хрустящим вкусным прям кайф так что мы вкусно наелись еще я сварила нам компот новый у нас вообще компот расходится вот 6-литровая кастрюля 6-литровая кастрюля ушла за полтора дня да за полтора дня вот я новую сварила 3-литровая вообще за день уходила у нас так что все мы воду как-то перепили чай Андрей не пьет короче мы выяснили что когда он пьет чай у него прыщики также у меня прыщики но у меня еще прыщики когда мы кушаем чипсы и когда не кушаю там много разных витаминных каких-то типа апельсины яблоки но если я их и кушаю но при этом кушаю много чипсов то в любом случае меня обсыпают прыщами сейчас вот вроде бы как я чуть-чуть справляюсь со своим прыщиком я не знаю уже больше чем полгода меня ужасно начало сыпать как только что-то поем вредное сразу это видно на лице поэтому мы иногда устраиваем полностью разгрузку но прямо уже когда нам надоедает эта нагрузка и очень я думаю это Кира плачет и когда нам надоедает разгрузка прям очень хочется покушать чего-то такого необычного то и покупаем так что вот такие вот дела У меня Оскар как свинья, я просто не понимаю как с ним бороться, чего бы я ему не насыпал, он все съест как свинья У него все тарелки, весь домик, у меня вот эта бесконечная проблема с этим домиком, что его постоянно после Оскара нужно очищать Меня это очень напрягает Замочу тарелки И все, пыль я вчера протирала, ее нигде нет, потому что мы сейчас окна открывали редко, только вот так чуть-чуть днем В промежутках, когда нет дождя и когда не холодно, потому что дом охлаждается быстро, так как уже давно температура держится там типа 20 градусов, ночью 12 Ну вот вроде потепление будет с конца этой недели Короче, вот такие вот у меня плавно на уборку, я вам еще порассказываю, теперь этим займусь, пока поставлю камеру на зарядку Возможно планируем сегодня вечером предложить встретиться с Илюшей и Леной, но посмотрим, что будет по погоде И нам вообще, если честно, да немножко страшновато выезжать на машине, но посмотрим Представляете, я вам даже не показывала, что сегодня происходило, я короче аж после того, как поубирала дома, накрасила ногти Вот так вот сделала одну такую вот наклеечку с глазом и вторую с Оленем Надеюсь, это видно Короче, мы потом с Андреем думали встретиться с Илюшей и Леной, но они сегодня заняты Мы договорились, что вроде как завтра встретимся, но мы посмотрим Короче, сумку надо снять Фух, короче, после этого мы принимали долгое решение, что мы чем займемся И решили проехаться, короче, в Макдональдс Поужинать в Макдональдсе И взяли два меню Боже, два больших-больших вкусных-вкусных меню Мы взяли этот Биг Тести меню Боже мой Он такой божественный Правда, Андрей, короче, там были какие-то новенькие По типу Ну там был какой-то Биг Тести, типа размер Биг Тести Но там вместо помидора и огурца там лук, бекон и что-то еще И кетчуп Нет вот этого соуса Биг Тести, короче Вкус такой себе Ну типа как какой-то бургер Непонятно Знаете, типа не хватает вот этого вкуса Именно этого соуса, который идет в Биг Тести Так что Вкусно было, но ему не сильно понравилось Потому что в оригинальном Биг Тести вкуса А я съела, сахала Целый Биг Тести, целую картошку И практически всю колу выпила И я просто сейчас умираю Я вот думаю, одевать штаны уже или нет Уже нужно переодеваться Который час 22.30 Можно идти в душ И вваливаться в кроватку Поэтому, наверное, будем заканчивать Сегодняшний влог А завтра, я думаю, будет влог поинтереснее Потому что мы планируем все-таки с ними встретиться Ну там посмотрим, как получится у нас или нет Но чем-то точно займемся Так что вот такие вот дела Всем спасибо за просмотр Машина наша доехала домой Прошла тест на не знаю сколько километров Но в общем прошла сегодняшний тест Завтра будем снова тест Поэтому всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Поддержите нас лайками Если вы поддерживаете нас Поэтому поддержите нас лайками обязательно Для нас это очень Очень приятно Когда вы ставите лайки То есть у вас есть какая-то поддержка И все Всем спасибо за просмотр Пока-пока Пока на ночь Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...